Некоторое время переместимся в средневековый Новгород. Как известно, это политический культурный центр средневековой Руси. Раскопки проводятся в городе с 1932 года. Основной особенностью этих раскопок и культурного слоя Новгорода является то, что там сохраняются органические материалы, что позволяет наиболее полно датировать находки и получать наиболее полную картину представлений о жизни средневекового. Но сразу оговорюсь, что в это сообщение не вошли план города, где-то в границах XIV века. В данное сообщение не вошли предметы декоративно-прикладного искусства, где тоже образы зверей очень популярны были, а речь пойдет только о предметах, связанных с дохристианскими культами. Вообще находки этих предметов в культурном слое Новгорода, которые в основном уже относятся к христианскому периоду, указывают на сложные процессы, происходившие в духовной жизни города уже после официального принятия христианства. Так называемые языческие пережитки пронизывают, и христианская эпоха продолжает трансформироваться, пополняться новыми элементами уже в этот период. Среди языческих культовых предметов находки, связанные с золоатрическими представлениями, занимают отдельное место. Прежде всего потому, что они считаются наиболее архаичными, высадящими к первобытной эпохе. И даже в археологических исследованиях, как правило, культовые предметы, связанные с животными, обычно там относят к тотемистическим верованиям. Однако это справедливо. На мой взгляд, только по отношению к родоплеменному периоду истории вряд ли можно говорить о сохранении этих представлений в развитой Средневековье, к тому же в городской среде. Поэтому здесь скорее нужно применять термин «золоатрические представления», «золоатрические культы». В новгородском культурном слое встречено несколько таких больших групп предметов, которые можно связывать с золоатрическими культами. Вот здесь у меня такая небольшая схема. Во-первых, это амулеты, то есть это магические предметы, которые люди носили при себе для личной защиты или в благопожелательных целях. Ну, здесь вот такая категория большая – это амулеты из зубов и костей животных. Одна из древнейших категорий культовых предметов. Их появление к каменному веку еще восходит. Ношение такого амулета не только придавало человеку силу, ловкость или плодовитый звери, но и обеспечивало магическую связь между человеком и животным. Основная масса этих амулетов изготавливалась из клыков, хищных животных. Менее популярными были предметы из рисов, маляров и костей. Хронологически они распространены с середины X по I, XIII века. Но в Новгороде с середины X – это самые ранние слои, когда в город возникает. В более позднее время эти находки редкие. Терезоморфные привески из цветного металла для Новгорода – это предметы финно-угорского происхождения. Приходит Новгород вместе с носителями традиции, так как финно-угорский компонент в составе новгородского населения был довольно значителен. Судя по погребениям, где они тоже в новгородской земле и других территориях, это женский оберег, скорее всего, с благопожелательной семантикой, плодородие, прежде всего, распространены. Они весь период с X по XIV век, хотя отдельные типы варианта имеют более узкую хронологию. Известны две категории больших – это пластинчатые полые, зооморфные привески. Ритуальные предметы, которые используются в каких-либо обрядах, это самая большая категория – это зооморфные деревянные навершия. Представляют они собой такие деревянные стержни или палки, которые завершаются фигурными головками животных или птиц. Их более 800 находок, то есть это очень распространенный предмет. И наибольшее количество отмечено в слоях X – начала XII века, хотя в более позднее время они тоже бытуют. И, значит, зооморфные маски, напротив, – это исключительные предметы. Вообще масок очень мало в Новгороде. И достоверно зооморфным можно отнести только два экземпляра из них. Две версии существуют о том, для чего они применялись, то есть что это был скомороший атрибут и что их использовали святочные обрядности. Но их отличает поздняя датировка, они все XIII-XIV века, в том числе и зооморфные. И, наконец, ритуальные объекты – это археологические объекты, которые связаны с остатками каких-то произведенных ритуалов. То есть это строительные жертвы, то есть это известный ритуал хорошо и по этнографическим данным, это принесение в жертвы животного при возведении нового дома, которое сопровождалось ритуальным захоронением частей тела этого животного под нижним венцом, в основном под красным углом дома. И так называемые жертвенные ямы, на самом деле они представляют собой сокрытие остатков произведенных ритуалов с использованием жертвенных животных с целью магически обеспечить тайну, сохранность и увеличить действенность этого обряда. Теперь уже перехожу к рассмотрению состава фаун и новгородских животных, культ которых прослеживается в археологических находках. Ну, прежде всего, это, конечно, медведь. Наиболее распространенные это амулеты из клыков, резцов и маляров, а также когти и медведя. Ну, вот клыки тут на верхней картинке, внизу. Вот это когти. Единственный амулет из резца, но вот из зубов таких вот их три штуки. Вот, они распространены по всей территории средневекового города и хронологически, они распространены в период их популярности с начала XI по первой половине XIII века. В более ранний период и в более поздний период это единичные экземпляры. Подавляющее большинство, естественно, это клыки медведя. Вот, и при этом очень хорошо известные по материалам погребения при Балтике амулеты из медвежьих когтей и в Новгороде только тремя находками отмечены. Популярность клыка может указывать на отгонно поражающие функции амулета. Это вполне соответствует более позднему семантическому значению образа медведя, как охранителя от болезни и нечистой силы порчи из глаза. Следует также учитывать, что почитание медведя было распространено с древнейших времен практически на всем реале обитания этого зверя, а для автохтонного финногорского населения Новгородской земли медведь был священным животным, в честь которого даже до сих пор известны совершаются особые медвежьи праздники. В язычестве славян культ медведя был тесно связан с образом Велеса. Вот, и второй предмет, напротив, уникальный. Это такая вот маска, которая, скорее всего, изображает медведя на рубежа XIII-XIV века. Но здесь, скорее всего, это не атрибут скоморока и не атрибут святочной обрядности, а, скорее всего, для данного предмета можно предположить его использованный в обрядах, связанных с весенним равноденствием. То есть скомоедицей. Вот именно там, уже в позднее средневековое время и в новое время, медведь являлся одним из основных персонажей. И в таком случае такая находка может свидетельствовать о существовании этих обрядов уже в XIII веке и как бы провести такую нить между поздними и ранними источниками. Следующее животное – это кабан, амулеты из клыков. В основном это бивни кабана самца. Более редкой находкой являются амулеты из клыков самок и из резцов. Около четверти всех амулетов из зубов и костей животных они составляют, но в отличие от медвежьих, эти амулеты имеют очень узкую хронологию и топографию. Они распространены в основном в одном районе Новгорода, в Людином конце, и бытуют исключительно в последней четверти X, первой четверти XI века. То есть где-то около 50 лет их существования. Потом они единичны, абсолютно эти находки. Такие наблюдения напрямую могут связаны с происхождением этих амулетов. В северо-западной Руси и восточных славян в целом культ кабана вообще не фиксируется. Не в раннем, не в более позднем периоде. Зато он распространен у соседей новгородцев, у скандинавов, где связан был с культом одного из основных языческих божеств – фрейром. Хронология распространения этих амулетов в Новгороде совпадает со временем наиболее тесных контактов со Скандинавией, когда в Новгороде периодически, иногда и там и постоянно на основе находились даже варяжские наемные дружины. А как раз Людин конец, где эти находки сконцентрированы, в это время играл ведущую роль в политической жизни города. Таким образом, распространение этих амулетов скорее следует видеть кратковременное скандинавское влияние, чем какой-то устойчивый для Новгорода золотрический культ. Так, следующее. Переходим к волку. Амулет из клыка волка. Но тут только клык использовался для изготовления. Там ни зубов, ни других каких-то предметов не найдено. Более редкая находка, их чуть более двух десятков по сравнению с клыками медведя и кабана. Но при этом они распространены и территориально по всему городу, и хронологически с X по начало XIV века. Как известно, образ волка в славянском фольклоре и мифологии наделен ярко выраженной хтонической символикой. Он традиционно является посредником между мирами, связан с колдунами, с оборотнями. Возможно, эти амулеты носились в тех же охранительных целях, что и медвежьи. Но вот сейчас мне подсказали очень интересную идею по поводу того, что это в более позднее время были детские и младенческие обереги. Как-то, может быть, можно провести параллели. И как вот этим объясняется и более редкое количество, меньшее количество этих предметов. И вторая находка, вот такая уникальная находка. Это такой вот посох или жезл с изображением волчьих морд. Находка была сделана в слое начала XII века. Это вот такая вот искребленная, обработанная палка. И на сучках вырезаны морды волков. Вот тут не видно, но там ушки даже у одного были. Так как находка уникальная, относительно атрибуции можно две гипотезы высказать. Во-первых, что этот предмет был атрибутом волхва. Так как образ волка тесно связан с уборничеством, именно волхвам приписывали способности превращаться или превращать других зверей. Кроме того, этот предмет, у него очень интересное обстоятельство находки, он был найден между двумя ярусами мостовой. Причем он не был брошен и не был потерян на мостовой, а именно специально положен в заполнении между лагами. То есть в противном случае он бы в целом виде не сохранился, он абсолютно целый. А вот известно такое позднее обычае по этнографии, что после смерти человека, которого подозревали в колдовстве, закапывали принадлежащие ему колдовские предметы под дорогу. Он там в основном под перекресток, где они бы попирались ногами ходящих и не могли таким образом, не мог при их помощи из могилы вредить кому-то. И второе, так сказать, объяснение. Этот предмет мог использоваться в обряде, связанном с первым выгоном скота на пастбище. То есть этот праздник первоначально связан с именем Ерилы, впоследствии святого Юрия в христианстве, который считался волчьим пастырем, и именно на него производились различные охранительные обряды для защиты от волков. Лисица представлена вот этими двумя экземплярами клыков. То есть редкость этого типа амулетов свидетельствует об отсутствии какого-либо устойчивого культа этого животного. И даже, возможно, и, скорее всего, они принадлежали просто не новгородцам, а приезжим из других земель. Кроме того, судя по следующей находке, лиса была объектом, против которого была направлена отгонно-поражающая магия. Это вот остатки, это жертвенная яма, обнаруженная как раз в слое середины X века в том же людином конце. То есть это обряд первопоселенцев, то есть он был совершен на месте будущего поселения и представлял собой ритуальное захоронение черепа лисицы. То есть он имеет признаки имитации погребального обряда, то есть там была песчаная подсыпка, там он был накрыт берестой. То есть это вот признаки погребального обряда того времени, а также использование отгонной охранительной магии. В частности, сверху вот это все сооружение было засыпано слоем взятым из очага, из домашнего очага. И в непосредственной близости вот от этой ямы в последствии было бы, ну, удержали домашнюю птицу. О том, что он свидетельствует на охотке перьев, там скорлупы от яиц. То есть ритуал был совершен на месте будущего поселения для, скорее всего, для охраны домашней птицы от лис. Вот. Лошадь или конь. Распространение культа этого животного в славянском язычестве хорошо известно. В мифологии он выступает обычно как солярный символ, в бытовой магии как оберег дома, тесно связанный с верой домового. Вот эта семантика коня, связанная с жилищем, отразилась как раз в строительных жертвах. Ритуальное захоронение конских черепов под нижними венцами построек. То есть вот план постройки и стрелочка указана, куда положен был, значит, этот конский череп. При этом под венец клали именно голову, а именно череп коня в Новгороде. Ну, этот обряд отличается от его аналогов, известных из этнографии, где чаще всего использовался петух или курица. Но в то же время именно конь, как образ будущей души дома, соответствует поздним представлениям как о связи коня с домовым, так и с декоративным оформлением русской избы, где этот образ был очень востребован. То есть можно говорить о существовании какой-то единой линии традиций, связывающих изначально солярную символику коня с оберегом дома и домашнего очага. Амулеты из тарзальных и карпальных костей коня, то есть это вот кости коленного сустава, около десятка с небольшим, то есть редкий такой тип амулета. К XII-XIII веку они в основном относятся. Но и в этот же период это и большинство зафиксированных строительных жертв тоже было. Возможно, что тут одно связано с другим, и что, возможно, именно кости коня, которые принесли в жертву подожилища, могли использоваться как амулеты. То есть это было бы, в таком случае это объясняло бы и небольшое количество этих амулетов. И, наконец, зооморфные привески коньки. Как говорилось, что это первоначально финно-угурское происхождение они имели. Однако в Новгороде они были чрезвычайно популярны, что говорит о том, что их семантика, их значения были восприняты в славянской среде. То есть их около сотни экземпляров. И пластинчатые коньки, вот такие, и полые коньки амулета. Но они вот тут двуглавые изображены, но они одноглавые тоже были. Причем вот этот второй тип распространяется в очень позднее время, со второй половины XIII в XIV веке. Они бытуют, как вот такое некое новое веяние в культурной традиции. Хотя тоже импульсом первозначальным были финно-угурские земли. Но, как уже говорилось, это женский оберег. Корова. Как правило, образ связан с благопожелательной магией. То есть это кормилица, это символ достатка. И как раз на эту семантику образа указывают археологические находки, свидетельствующие об использовании коровы в качестве жертвенного животного в ритуальном обряде, ритуальной брачине первопоселенцев, которые в Новгороде как бы фиксируются несколькими находками. Вот две жертвенные ямы таких были обнаружены. Одна найдена, она датируется серединой X века в одном из таких первоначальных ядер новгородского поселения. В ней были, вот она сверху там, в ней были обнаружены деревянные перевернутые ковши, вот где крестиком отмечено место. И рядом вот стрелочками показано, лежали два коровьих черепа, там или бычьих, там это 1955 год, там еще не определяли. Вот, и вторая яма, она относится, вот нижний колодец, она относится уже ко второй половине XIII века. Это окраина города, которая заселялась в это время. Тоже вот она в материковом слое, то есть это вот люди на месте будущего поселения делали. Там был сделан вот такой вот колодец, но он не предназначался ни для забора воды, ни для погреба, потому что сразу же вот той же глиной практически был перекрыт. То есть он не использовался. В этом колодце был обнаружен череп коровы с позвонками и челюстями, то есть голова туда была положена, и кости от той же особи со следами кухонной пищевой обработки. Вот в этой же яме была личина замка и ключ, тоже вот честно, тесно связаны с магией предметы. То есть вероятнее всего в обоих случаях перед нами сокрытие остатков ритуальной брачины первопоселенцев на месте будущих дворов, во время которых производилось жертвоприношение коровы и потом, значит, поедание ее совместное такое вот во время этой брачины. Но семантика ритуала, несомненно, связана с благопожелательной магией для будущего поселения. И вот также амулеты из тарзальных и карпальных костей коровы, их даже меньше, чем у костей коня, всего шесть экземпляров, но они разбросаны, вот эти шесть экземпляров, здесь отопы XIII века. То есть, возможно, тоже могли изготовляться из костей иных жертвенных животных. Так, значит, бобр. Амулеты из таранных костей и из рисцов встречаются в новгородском слое, датируются второй половиной X-XI веков. Всего 23 экземпляра. В это число входит комплекс из девяти таранных костей бобра, вот эти вот на связке, которые были найдены в одном месте, то есть, вероятно, это ожерелье какое-то было. Но в научной литературе господствует гипотеза афино-угорской принадлежности этого типа амулетов, а также о связи их с людьми, занимавшимися бобровым промыслом. Последний находит подтверждение в новгородских материалах. Согласно остеологическим исследованиям, находки костей бобра в городском культурном слое также приходится на тот же период X-XI век. И наиболее вероятно, что основная часть вот этих амулетов в Новгороде была связана именно с промысловиками-бобровниками, а, кстати, в основном этим занималось феногорское население. Вот, а резкое исчезновение этого типа в конце XI века, как и исчезновение костей, скорее всего, связано просто с уходом бобрового промысла из города. Вот, и, наконец, вот образ утки. Это зооморфные привески уточки. Но здесь сразу вот, если сравнивать с зооморфными привесками коньками, тут бросается в глаза количество, что если тех сотни, то этих всего около десятка. Хотя это тоже феногорское происхождение. Тоже вот они есть пластинчатые и полые. Тут оба вида представлены. Ну, исследование не только Новгорода, но и окрестных территорий позволяет сделать вывод, что в местах славяно-финских контактов в ходе ассимиляции финно-угорского населения образ коня, культ которого был широко распространен и многогранен у славян, постепенно вытесняет образ утки. Но, по всей видимости, тот же самый процесс был и в Новгороде. Вот, даже вот то, что я говорила о распространении шумящих амулетов коньков вот этом новом веянии, привески уточки, которые вот за пределами Новгорода в реале финно-угорского расселения тоже популярны, в Новгороде их нет, то есть там единичные. То есть славянизирующая городская культура восприняла более популярный у всех этнический групп образ коня, а утка так и осталась признаком финно-угорской культуры и присутствия финно-угорского населения. Ну и следует пару слов сказать о невключенном вот в этот самый перечень категории деревянных наверший, потому что в большинстве случаев завершение жезлов настолько стилизовано, что не позволяет понять, какой именно конкретно звери и птицы изображен. Можно сказать, что подавляющее большинство зооморфных деревянных наверший связано с образом птиц. Вот тут они показаны, они совершенно вот такие различные. В связи с этим Борис Александрович Рыбаков предполагал, что эти предметы использовались для игры в гуся. Вот, однако, в составе вот этих наверший есть существенная группа предметов, которая явно хищных птиц изображает. Вот они здесь. Вот, что касается наверший с головами зверей, то они гораздо встречаются реже, но они тоже вот такие очень выразительные. То есть тут вот можно какого-то, может, кошачьего хищника увидеть, козел, вот это вот или волк, или собака. Тут с краю. Вот, ну, таким образом, зоолотрические представления в духовной культуре Новгорода, с одной стороны, отражают сложные этнокультурные процессы, происходившие на новгородской земле, с другой, показывают преемственность как с древнейшими дохристианскими традициями, так и с поздними представлениями, отраженными в фольклоре, календарной обрядности, бытовой магии. Животные, следы культа которых фиксируются археологическими исследованиями Новгород, в Новгороде имели ареал обитания в данном регионе и находились в системе мифологических представлений народов, населявших новгородскую землю. Спасибо за внимание. Вот так вот наш раскоп сейчас выглядит. Спасибо.